Капитал, глава 16, называется различные формулы, нормы прибавочной стоимости. Сегодня у нас будет много математики, много формул. Математики будут довольны, гуманитарьи будут недовольны. Итак, как мы считаем прибавочную стоимость, точнее нормы прибавочной стоимости? Есть два варианта. Первый, то, что мы рассматривали в Капитале, и то, что предлагал Маркс. Первый вариант, мы берем прибавочную стоимость, та, которая у нас обозначалась M, и делим на переменный Капитал. Капитал, переменный Капитал, она у нас обозначалась B, и получаем норму прибавочной стоимости. Второй вариант, также предлагаемый Сталиным, это когда мы берем прибавочную стоимость, все ту же, прибавочную стоимость, который, Макс, да, я сняюсь, оговаривайся уже. И делим ее на стоимость рабочей силы. Ну, грубо говоря, тот же самый переменный Капитал B. И третий вариант, это когда мы берем прибавочный труд, прибавочный труд, и делим его на необходимый труд. Мы все это рассматривали в отдельных главах, да, все это было. Теперь смотрим, как норма прибавочной стоимости считается в классической политэкономии. В частности, у Дамас Смита. Первая форма, это когда прибавочный труд делится на продолжительность рабочего дня. Рабочий день. Она же равна, прибавочная стоимость, прибавочная стоимость, деленная на вновь создаваемую стоимость. Вновь создаваемую стоимость. И она же равна... Прибавочный... Что-то я уже запутался. В этих формулах... А, прибавочный продукт. Да. Да, деленный на совокупный продукт. Совершенно верно. И далее Маркс у нас рассматривает два подхода. Почему так, а почему не так. Первое, с чего он начинает, он берет реальный пример и начинает считать. Берем циферки и подставляем в обе формулы. В первом варианте, тот, который предлагает Маркс, как считать норму прибавочной стоимости. У нас опять же было, мы берем 6 часов рабочего дня, который прибавочный, то есть и делим на необходимые, прибавочный, неоплачиваемый, неоплачиваемый, прибавочный труд, короче. И делим его на необходимый труд. То есть, 6 часов рабочий поработал на свою зарплату, а 6 часов на капиталиста. Подставляем дальше. Если это мы не в часах выражаем, а в деньгах. Соответственно, за 6 часов он создает 3 шиллинга прибавочной стоимости, а 3 шиллинга уходит на его зарплату. Делим 3 на 3, получаем 100% норму прибыли. Мы это, опять же, в прошлой главе рассматривали. Второй вариант. Мы делаем то же самое, но по формулам политэкономов. Берем точно так же. 6 часов у нас это получается прибавочный труд. Это отсюда, да? И делим на рабочий день. 12 часов у нас рабочий день. Оно же равняется 3 шиллинга. Как у меня интересно получается. Сейчас, извиняюсь, секундочку. Как же на 3 пенни? Нет, это если мы на единичку делим. А 3 шиллинга, шиллинга, шиллинга. А, на вновь создаваемую стоимость. Вот почему. Это вновь создаваемая стоимость у нас получается 6 шиллингов. Вот оно как выходит. Соответственно, 6 на 12 или 3 на 6, это получается 50%, если в процентах. Норма прибыли. Вот как оно выходит. Что-то здесь шибочка закаралась. Бывает. Капиталистические у нас экономисты что делают? Берут, считают, прикидывают. И по этому формулу у нас всегда получается, что норма прибавочной стоимости никогда не может превышать 100%. То есть, нельзя за 12 часов весь день, чтобы оно ушло все в прибыль. Потому что и всегда есть расходы. Нельзя, чтобы все 6 шиллингов за день созданы, уходили все 3 капиталисты и ничего. То есть, по теоретическим наработкам Адама Смита, у нас норма прибавочной стоимости всегда меньше 100%. А Маркс доказывает, что бывает выше 100%. И приводит реальный пример. Он берет для этого сельскохозяйственных работников, которые работают, грубо говоря, за урожай. И норма простая. То есть, 1 четверть, или это у нас 25%, у нас получает работник за свой труд, работая на полях. А 3 четвертых части, то есть 75% урожая, получает владелец поля. Работник четверть, 25%, хозяин поля, 75%. Не вдаваясь в подробности, кто там хозяин, арендатор и тому подобное, то мы можем, в принципе, все упустить, это нюансы. Мы видим, что с одного рабочего капиталист получает в 3 раза больше продукта, чем тот создает. То есть, соответственно, норма прибавочной стоимости у нас будет в этом случае 300%. Что гораздо выше, чем 50%. И вообще 100% возможные. В этом плане мы можем рассмотреть, опять же, сегодняшний пример. У нас есть, не совсем, правда, из производства, но, думаю, будет наглядный. Есть микроконторы, которые дают микрозаймы. Микрозаймы там 2% в день. Соответственно, в год это у нас получается, на 365 умножаем, получается 730% прибыли. Соответственно, больше 100% прибыли у нас норма может быть выше. Это, конечно, с натяжкой, но будем считать, что это у нас производство. Маркс активно в главе критикует все эти вещи. Мы, опять же, можем всему этому не удивляться. У нас есть сегодняшний прекрасный пример. Все мы знаем, есть кредиты. Есть такая разновидность кредитов, как ипотека. Вот раньше ипотека это была всегда кредит и кредит населению на приобретение жилья. Но современные капиталистические буржуазные экономисты решили это неправильно так считать. Давайте мы будем считать, что ипотека это у нас инвестиции в экономику. И последних несколько лет все ипотечные кредиты приравниваются в инвестиции. Та разница, что инвестиции это когда свободные деньги направляются на развитие. В нашем случае строительство жилья для людей. Ипотека чуть-чуть от инвестиций отличается. Потому что это заемные средства. И, соответственно, в этих заемных средствах заложен процент на прибыль банку. Соответственно, все равно это кредит. Но сейчас экономисты взяли, захотели. Давайте будем считать это не кредитом, а инвестициями. Поэтому удивляться тут не стоит. Еще один нюанс, на который Маркс обращает внимание в этой главе. Это то, что классические политэкономы принимают и вообще рассматривают рабочий день как постоянный. То есть часть, которая 12 часов рабочий день. Он для них всегда постоянен. Если мы посмотрим на сегодняшний день, опять же мы смотрим и должны согласиться с фактом, что для нас 8-часовой рабочий день это норма. Никто не рассматривает, что рабочий день может быть там не обязательно 8 часов. И вообще рабочий день зависит от необходимого труда и прибавочного труда. Все экономисты берут это и рассматривают как должность, как константу. Что тогда, что сейчас, 200 лет спустя? Ничего не поменялось. Для марксистов же самое главное, что прибавочный труд делится у нас на необходимый труд. То есть необходимый труд тот, который нужен для оплаты рабочей силы, рабочего времени. Для оплаты рабочего в любом случае. А все, что сверху, идет в прибыль капиталисту. Как опять же мы рассматривали в разных главах, эта величина может так или иначе скакать. Рабочий день может искусственно удлиняться. Он искусственно может сокращаться. Без разницы. Для нас главное соотношение прибавочного труда и необходимого труда. И глава эта заканчивается Маркса тем, что он ссылается. Что вот Адам Смит говорит, что капитал, это капиталист в частности, что капиталист это командир над трудом. То есть он организует труд и тем самым получает прибыль. Маркс его поправляет. Говорит, нет нифига. Что на самом деле капитал и капиталист, он командует не над всем трудом. А он властен и распоряжается только над неотплаченным трудом. То есть над прибавочным трудом. Он не оплачивает весь этот труд. Он его фактически ворует, присваивает. И присвоенным прибавочным трудом распоряжается в своих интересах. За счет этого и производится самовозрастание капитала. За то, что капитал может брать чужой труд, неоплаченный, и использовать. За счет этого он растет. На этом эта глава и заканчивается. Предлагаю перейти к вопросам.